Хорошо, давайте начнём, раз... Уже был звонок? А, всё, тогда начнём. Я каждый раз буду начинать, кратко напоминая о том, что было в прошлый раз, чтобы вы более-менее представили всех, где мы находимся, да? Значит, у нас имеется уравнение непрерывности на величину ρ, который имеет вот такой вид. И мы сказали, что это более-менее характерно для величин, которые сохраняются для каждой жидкой частицы. Кроме того, у нас было уравнение для энтропии, которая имела вот такой вид. И мы говорили, что если у нас есть уравнение лагранжевого уравнения, мы сказали, что вот это лагранжевое описание, это означает, что я беру частицу и следую за ней. И этот способ описания такой же, как и способ описания в механике частиц или тел, когда мы следуем за телом. И в этом случае эти два уравнения могут быть объединены в одно уравнение, которое описывает уже сохранение не величины на единицу насы или на определённую фиксированную. Я напоминаю, что было в прошлый раз, так что вы ничего важного не пропустили. И ещё минут пять, это будет не важная вещь. А то было? Вот. Значит, это уравнение, это закон сохранения величины на единицу массы, это закон сохранения массы. Их можно объединить и написать закон сохранения величины на единицу объёма. И тогда мы обязательно будем, опять же, иметь вид уравнения непрерывности. То есть депо депе от плотности есть дивергенция от потока. Теперь, этот поток, в данном случае, он нестривиально плотность умножить на скорость. Мы написали другой закон сохранения энергии, который не имеет такого вида, хотя имеет вид закон непрерывности, поскольку энергия сохраняющаяся величина. Я напоминаю, что вот имеем вот такой вид. Это была внутренняя энергия жидкости, плюс кинемическая энергия жидкости. И, конечно же, он должен иметь вид дивергенции от чего-то. И это что-то должно быть потоком. Но этот поток, который здесь стоял, оказалось, что он мог сидеть плотность энергии умножить на скорость, а содержит на самом деле среди ещё пэнарол, так что вот эти две величины образуют вместе амперты. И это означает, что для энергии нету закона сохранения на единицу массы. Жидкие частицы не сохраняют свою энергию, они ею обмениваются. И хотя полная энергия сохраняется, то есть если я возьму интеграл по всему пространству вот этой величины, то интеграл по всему пространству и дивергенции будет поток того, что стоит здесь, через бесконечную поверхность. Но предполагаюсь, что он целый, и энергия сохраняется. Вот я хотел подсеркнуть, что вот эта форма записи, Эллера, которая исследовала за частицей, Counsel. оừng, и Лагранжа, когда мы исследуем за частицей, вот эта формула Эллера. Вот так мы работаем в механике частиц. Вот так мы работаем, например, в электромагнетизме. В электромагнетизме мы всегда берём функции от координат, и координатная система всегда зафиксирована в пространстве, она не движется. То есть в этом смысле Эллера — способ описания, это способ, который эквивалентен к тому, который мы применяем в электромагнетизме, в оптике, а этот эквивалентен к тому, который мы применяем в механике частицы. Значит, теперь мы берёмся от прочего самого уровня Эллера, которая была написана ДВ по ДТ плюс В град Н, равняется минус ДВ, разделить на Ро, его можно, конечно же, написать как закон сохранения импульса, потому что то, что означает, это что производная от импульса равна действующей семье. Ничего другого, естественно, во втором законе Ньютона нет, во втором законе Ньютона гражды две частицы. Поэтому, если его объединить с этим вот уравнением, его можно записать в виде ДВ по ДТ, давайте я вам напишу, это векторное уравнение, а я вам пишу компоненты, если честно. ДВ по ДТ от Ро Вейдова, поскольку импульс сохраняется, то, конечно же, здесь должна стоять полная произведенная от некоторой величины, которая будет поток импульса. Это будет вентр, поскольку импульс — вектор. Если у меня есть скаляр, то поток скаляра — вектор. Если у меня есть вектор, то поток вектора — тензор. Это означает, что на каждую компоненту вектора есть свой вектор, который есть его поток. Все вместе они собираются в один тензор. Этот тензор устроен, конечно, довольно просто, и понятно, что отсюда и отсюда можно легко написать, что он есть ДСУ ДСКД, ПДПКД плюс РО Вейдова. Что он мне говорит? Это есть поток импульса в идеальной гидродинамике. Например, мы рассматриваем идеальную гидродинамику, в которой только нормальные силы. Нет никаких сдвиговых напряжений, никакого открытия. Он мне говорит, что если бы я посмотрел вдоль движения, спроектировал бы это дело на направление скорости, то там у меня переносится ПД и СРО ВЕДУ. Вот столько импульсов протекает через единицу площади, единицу времени в направлении движения. Но есть и поперечные его компоненты, которые просто ПД. Ну, так сказать, и все. Грубо говоря, простые стандартные вещи — это механика, только механика, записанная для сплошной следы и непрерывных перемен. А сейчас я попробую штуку, аналогов которой нет простых. Вот. И это зато скорее совершенно другого типа. Называется теорема Экина. Значит, мы ее уже видели, на самом деле, когда в самые первые пять минут лет со мной обсуждают чай, который мы мешаем в стакане, и говорили, что вот есть метод, когда мы мешаем чай в стакане, вот мы посмотрим сверху на стакан, он не очень крупный, но предположим. И у него происходит движение по круговым траекториям. Мы говорили, что если бы напряжения были только нормальные, то есть вдоль любого радиуса, на эту поверхность действовали бы силы только вдоль радиуса, то эти силы могут, конечно, менять направление скорости. Скорость все время поворачивается. Понятно, что это движение с ускорением. Но оно не могло бы менять ее амплитуду. Это бы означало на другом языке, что момент импульса сохраняется, и жидкость крутилась в величине. И это результат того, что мы приняли в величине. Мы продолжаем принять в величине. И хочется спросить, этот закон, он специфический только для аксиально-симметричной ситуации с круглым таким цилиндерическим столбом жидкости, с круглым контуром. Или, вообще говоря, можно взять любой, сколько угодно, такой контур, и вычислить по этому контуру циркуляцию жидкости. То есть понятно, что момент импульса здесь, это только циркуляция жидкости, где В умножить на Р, или В умножить на ЛВТР. Вот спрашивается, не мог бы я обобщить эту штуку так, чтобы у меня циркуляция по любому контуру сохранилась. Ответ. Можно. И это есть закон сохранения совершенно нового типа. Этот закон, он не локален. В отличие от всех этих законов, которые вы, конечно же, записывали, это для некоторого объема, чтобы были в измам объемчик, из этого объемчика вытекает интеграл Ру В в ДР, объем Д по ДТ от полного объема уменьшается, но в конце концов, этот объем можно было выбросить, это соотношение в одной точке. И это соотношение в одной точке, и это соотношение в одной точке. А вот это принципиально нелокальная объема. Индеграл по контуру. Контур можно стягивать, но он всегда к контуру. Давайте посмотрим, откуда он берется. Для того, чтобы понять, откуда он берется, я хочу ввести некоторую новую величину, которая называется замедленность, а для этого мы немножко поговорим про фенематику. Как вообще, вот если у меня есть полис полости В, это векторное поле, а оно какой-то функция от другого вектора Р. Если я знаю эту функцию, чего она мне говорит? Время-то не входит. Время-то не входит. Сейчас смотрю на фотографию, вот те, которые я могу сделать с напишетом, то есть манерную фотографию, и даже обсуждать, как это можно сделать, и я знаю в каждой точке полис полости. Я знаю, как этот вектор зависит от этого вектора. Что я при этом могу качественно сказать про движение своей жидкости? Разные вещи. Давайте посмотрим на маленький элемент жидкости. Возьмем, например, одну точку и другую точку, и спросим себя, как вектор между двумя точками недалеко друг от друга, давайте назовем его, давайте его буду называть Дельтой, чтобы вы подчеркивали, что он маленький. Вот. Почти что инфинент из-за маленького. Меня интересует, как это Дельта Герц. Давайте напишем в него уравнение. Дельта Герц. Конечно, должно равняться Дельта Герц. То есть скорость здесь минус скорость здесь, и это будет производная по времени от этого расстояния. И поскольку я взял его маленький, то я могу эту скорость здесь разложить. То есть она будет, то есть это есть В и Т от Р, Дельта Р, минус В и Т от 0, и я скажу, что она есть ДВ и Т по ДРЖ на Дельта Герц. Таким образом, у меня появляется тензор производных скоростей, и он описывает, и я буду уже считать, что эта штука каким-то образом зависит, может быть, от времени, но в данный момент есть какая-то величина в каждой точке. То есть вот у меня такое уравнение. Всякий тензор я могу разложить на суммы симметричного и антисимметричного. Давайте я скажу, что ДВ и Т по ДРЖ таму есть С и ЖТ плюс А и ЖТ. Ну, иными простыми словами, это просто ДВ и Т по ДРЖ плюс ДВ и ЖТ по ДРЖ плюс ДВ и Т по ДРЖ. Это просто тождество. Но я надеюсь, что это так подробно, потому что, на самом деле, несмотря на тотальную банальность этих манипуляций, их стоит, что называется, увидеть и прочувствовать. Значит, вот это у меня будет С и ЖТ. Я тоже, извините, я не знаю, как она называется по-русски, потому что, на самом деле, она называется стрим по-английски, и тензор деформации, которая была бы правильным переводом в русском, на самом деле, используется не в ледовичной, а в теории упругости. Поэтому я особо не знаю, как теоремологически. А вот это называется зафикс. Или в артистке по-английски. Давайте обсудим, что они каждая из них описывают. Как по-английски? По-английски это называется в артистке. Поскольку я уже сказал, что все, кто дослушивает до конца, получат этот самый файл, PDF-файл со всем курсом лекции, с формулами, с тот, кто будет на английском языке. Так что вы можете не писать, потому что тебе более английские темы, жалко говоря. Значит, давайте сначала обсудим вкратце симметричную часть, а потом мы про нее забудем на время. Значит, симметричная часть, давайте представим, что у меня нет здесь никакого антисимметричного, и у меня есть только симметричная часть. Любой симметричный тензор можно поворотом ортогональным парамзованием примести к главным осям, что в переводе на сегодняшний язык означает, что можно так направить оси, что этот тензор станет диагональным. И тогда у меня уравнение примет такой вид. Например, Δr1, который я назову Х, будет иметь вид, есть точка равняется С1х. Это, так сказать, вот в этом тензоре, вот здесь будет стоять С1,1. С2, тут С3, а тут будут все нули. Это означает, что я его привел к главным осям, да? После этого это уравнение примет вот такой вот вид. Совершенно понятно, как устроено его решение. Если меня интересует вообще, я говорю о некоторых функциях. это от примера. Х1, и в Х1 на Е в ступени интеграл С2t. Значит, мы видим, что вообще говоря, если у меня поле скорости меняется медленное, я вам по какое-то время считаю это величина постоянное, то у меня происходит экспоненциальное растяжение или экспоненциальное сжатие в зависимости от знака С. Эта простая конструкция сейчас невероятно часто используется в физике в самых разных местах. От оснований статфизики до гидродинамики. Это вот то, что называется потом экспоненциальное разбегание траектории. То есть мы видим, что всякий раз, когда у меня есть две точки недалеко друг с друга, так что в этом месте существует не нулевая асимметричная часть утензоропроизводных скоростей. Результатом этого является экспоненциальное разбегание траектории. Или сбегание в зависимости от каком-то направлении будет происходить, а в каком-то будет сбегание, например, при снижимании. Это какое-то растяжение, а в одном направлении может распровождаться сжатием траектории. Я не хочу останавливаться больше, в записях лекций есть более подробный пример этого дела. Просто я хотел бы, чтобы у вас было вот это вот простое понимание, совершенно базисное, что наличие асимметричной части тензоропроизводных поля скорости означает простой пример, например, для двумерного нежимаемого поля жидкости. Нежимаемое это означает, что след этого тензора называется дивергенция В. Она уже встречалась много раз, в том числе и там. Вот всем известно, что такое дивергенция В. Помните, это из электромагнетизма. Это ДВХ по ДХ плюс ДВХ по ДУ плюс ДВЗ по ДЗ. Это степень сжатия. Это поток через единичную поверхность. И это тем самым степень сжатия или растяжения. Если этот поток положительный, то ваш конкретный элемент растягивается, в нем уменьшается количество плотности. Если этот поток отрицательный, то внутри ваша плотность увеличивается. То есть величина дивергенция всегда означает локальную степень сжатия или растяжения. Для нежимаемой жидкости она всегда ноль. И вот если нежимаемой жидкости, например, нарисовать поле скорости, которое соответствует вот такому тензору, вот эта тензор S и GD, в двумере написано так, то соответствующее поле скорости имеет вот такой вид. Это вы можете на досуге нарисовать, и оно вот как раз, и у такого поля скорости Vx есть λx, Vy есть минус λy, полное поле скорости выглядит вот так, оно растягивает вот так, и сжимает вот так. Всякий шарик, всякий круг в нём превращается в вылез. Когда вы будете потом изучать всякие хаосы, современные теории динамических систем, основы статфизики, почему мы статфизики можем устраивать усреднение и так далее, вот это всё основано на том, что территория распределяется в экспедициях. Теперь я про это забыл и поговорим про симметричные части. Значит, антисеметричная часть, как понятно, в трёхмере выглядит особенно. Она, вообще говоря, всего три величины. Да? Почему мы считаем более-менее постоянным? Нет, вообще говоря, он не постоянен. Но, я вспомню, если он постоянен, то это эксперимент скажет. Дальше существует невероятная простая наука, развитая в последние, может быть, 30 или 40 лет, которая спрашивает, а что, если он меняется достаточно нерегулярным образом в существовании? Ну, то есть, вот, например, вот эта самая матрица, которая, я говорю, что сделала, гранта минус гранта. Давайте, пускай гранта будет функция времени. Это не относится к вопросу, но, в самом деле, это интересная вещь. Я вам расскажу, потому что я думаю, что вы действительно столкнетесь какими иначе. Вот, пускай гранта, есть функция времени, она, так сказать, то положительная, то отрицательная, и при этом все это дело еще поворачивается в форсад. То есть, у меня мое течение, которое такое, очень нерегулярное. Потому что, что будет происходить со временем? Можно сказать, ну, в этом направлении я какое-то время меня растягиваю, потом через некоторое время меня начнет сжимать, потом в этом направлении я начнет растягивать. Что будет, если мы возьмем маленький шарик и посмотрим на него через достаточно длинное время? Это вопрос, который люди задают в основах статфизики. Потому что в статфизике, когда мы интересуемся победением ансамбля систем фазового пространства, это как гидродинамика. Причем гидродинамика и неженаемая, потому что у грантоновских движений есть теоремы не выявили. Если то, что я говорю для вас, чумный лес, так сказать, это собая, я не буду более подробно говорить, я расскажу еще несколько раз, и мы пойдем дальше. Так вот нас интересует, а что будет с этим, так сказать, ансамблем, начальником флора, кого он будет двигаться? Ответ. Довольно неожиданно. Существуется в том, что любое, практически любое, случайное изменение вот этих двух величей, так что в среднем один и так далее, будет приведет к тому, что этот соображение будет растягиваться, так сказать, все сильнее и сильнее. И смысл этого дела довольно простой, потому что если вы в каком-то направлении что-то растянули, это случайно, да? А потом вы спрашиваете, а какова вероятность того, что он потом сожрется обратно, то, что стягивается в другую направлению. Так вот эта вероятность теперь мала, потому что то, что вы растянули, чтобы его обратно сжать, вам теперь нужно так подгадать это сжатие, чтобы оно было не просто, а внутри этого угла, на который вы растянули. Поэтому вот это соображение, которое выглядит как бы очень простодушным и основано как бы на постоянной матрице, оно чрезвычайно могучее и реально практически любое. Ну, почти любое поле скорости, кроме еще специальности и выраженности, и устраивает консенсальное разбегание проектов. А еще, мы же только локально можем сделать эту матрицу диагональю, то есть в одной точке будет где-то, да? Конечно, очень хороший вопрос. Поэтому на самом деле, то, что будет происходить, будет происходить следующее. Вот я взял свой элемент. Пока он маленький, я вот здесь могу пользоваться этим линейным приближением. Через несколько лет он стал вот такой. Очень тоненький, но очень длинный. Здесь я уже не могу пользоваться этим линейным приближением. Поэтому на самом деле он начнет изгибаться. Он станет вот такой, какой-то. Потом начнут появиться какие-то складки. Но этот его кусочек я опять могу рассматривать внутри такого приближения. И он по-прежнему экспоненциально растет. Понимаете? То есть его форма будет сложная. Но локально он все время будет экспоненциально растет. Вот. Из-за этим экспоненциальным разбеганием стоит невероятно много очень красивой физики и огромное количество красивой матриатики, которую, к сожалению, я не очень кондицировал, разговаривал. Значит, давайте закончим с симметричной и перейдем к антисимметричной. Значит, антисимметричная в трехмериях, как известно, есть всего две числа, потому что, значит, у меня есть теперь только три компоненты. Вот это, вот это, вот это. Эти им равны со знаком минус. А последненькие важны две нули. Поэтому, на самом деле, А и Ж и Н, конечно же, на самом деле, имеют только две независимых компоненты. В любом случае, так сказать. В любой системе координат. Ее не надо никак поворачивать. И поэтому, и это магическое свойство трехмерного мира, что в нем антисимметричный кензор можно представить как вектор. Это можно сделать с помощью полностью антисимметричного кензора. По традиции, это дело делается одной-второй. Сейчас я объясню почему. Значит, вот А определена вот так. Вот это вот А. А Омега определена вот так. И тогда можно проверить упражнение не очень сложное, что Омега, это вектор. И он есть на самом деле рода вектора. Или, иными словами, компонента, например, Иксовая Омега есть ДВИГ по ДЗ минус ДВЗ по ДВИГ. И вот эта вот величина называется зарыхленностью Омега. И, опять же, это у меня в курсе домашнее упражнение, но сколько вы получите лекции, то там оно с решением приводится. Значит, можно взять, спросите, если я помещу пылинку в жидкость, и в этом месте, куда я ее помещу, поле скорости так устроено, что его величина вот этого вектора есть Омега. То есть тогда можно доказать довольно просто, что моя пылинка будет крутиться с угловой частоты этого Омега. Ну и, действительно, мы знаем, что... Мы знаем теорию Стокса. Значит, это называется уже моя формула Грина. Я всегда путаю, кто из них что. Значит, мы в прошлый раз обсуждали, что интеграл от вектора по поверхности может быть представлен как интеграл от дивергенции этого вектора по объему. Есть его аналог в плоском случае, который говорит, что если у меня есть интеграл от вектора по поверхности, то он есть интеграл от... От... И этот Омега, я аноминаю, есть ротор ВОДФ, он есть интеграл от ВДЛ, то есть есть циркуляция вектора по контуру. Контур в этом месте замкнут. То есть если у меня есть вот это... Ровно это вы все, конечно, видели в электромагнитизме, когда у вас вот это был вектор потенциал, а вот это было в магнитное поле, и, соответственно, поток магнитного поля через контур... Точнее, наверное, поток потенциала через контур равнался циркуляции. И вот сейчас про эту величину мы и докажем теорию. Вот. Я посмотрю... Каких я обозначения, чтобы мне потом... Давайте возьмем эту величину. Опять, я хочу напомнить, что мы работаем с изоэнтеропическим случаем, когда уравнение Эйлера у нас записано через бревьер энтальпии. И теперь мы возьмем циркуляцию по контуру, по произвольному замкнутому контуру, и посмотрим, как от нее устроена производная производная во времени, т.е. лагранжевого производства. И возьмем d по dL, от v на dL. Здесь, теперь, скорость меняется с течением времени, и сам контур меняется с течением времени и деформируется. Поэтому я должен дифференцировать обе величины. Во-первых, здесь будет стиль интеграл на v на dL по dT, и плюс интеграл dL по dT по dL. Теперь, интеграл dL по dT, это опять есть v. Можно сказать, что этот интеграл есть v, dV, и я его должен проинтегрировать по этому замкнутому контуру. А здесь то, что у меня стоит, это у меня стоит градиент dL, и я его должен проинтегрировать, опять же, по контуру. Здесь у меня стоит интеграл от полной производной от dL за квадрат пополам, взятый по замкнутому контуру, который, конечно, за ноль. А здесь у меня стоит, в соответствии с териомой струкс, о которой мы только что упоминаем, интеграл от ротора, вот этого вектора, ротор градиента dL, по почве. Но ротор градиента всегда разливает, поэтому это все тоже разливает. Этерием такая разливает, что мы еще один раз увидим градиентский. Значит, то, что мы получили, это обобщение того простого случая с тематрическим стаканом, а именно, когда жидкость идеальна, и в ней существуют только нормальные силы, нету сдвиговых, нету силы трения, тогда сохраняется циркуляция скорости по любому контуру. Но сохраняется в том смысле, что этот контур жидкий. То есть, если я посмотрю на контур, покрашу красные частицы жидкости, и буду следить за этими частицами жидкости, как они снежутся, потому что я прислал производную лагранжевую, то это льда, циркуляция контура по нему сохраняется. Давайте вам это делать сейчас еще по вашей другой стороне, поскольку это действительно важная вещь, и, к сожалению, физику этого дела мы не очень хорошо умеем эксплуатировать, но математика за этим следует какая-то совершенно невероятной красоты, и мне доводилось беседовать с математиками, которые говорят, что вы физик даже не понимаете, какой невероятной красоты у вас есть в руках, а объект, а именно уравнение этого, и теоремы Клевина, про которые вы ничего не понимаете. Давайте я это напишу немножко иначе, а именно я его напишу про омегу теперь. Мы понимаем, что интеграл от скорости мы сформулировали как сохранение циркуляции по контуру, но это то же самое, что сохранение потока завихренности через контуру. То есть у меня есть конту, у него есть омега, которая сквозь него проходит, через некоторое время этот поток стал каким-то совершенно другим. Он растянулся, он стал большим, но поток омеги, который сквозь него проходит, тот же самый. Это нам должно напоминать, тем, которые учили электромагнитизм, то, что следует из уравнений Максвелл. Давайте мы сейчас увидим эту аналогию, поскольку она правильная. Я вам напомню уравнение, в каком виде мы записали, например, здесь напишу. Здесь мы можем что-то визуальное уравнение. Значит, вот это уравнение, если вы помните, мы записали в виде G, V, D, равняется V на ротор V, минус градиент, да, ну и плюс V квадрат пополам, и где-нибудь там было, наверное, R, которое я... Значит... А? Нет, R у меня уже нет, все нормально. Значит, вот мы же писали уравнение в таком виде, и я вам говорил, что мы его будем эксплуатировать. Один раз мы его эксплуатировали, выводя теорему ввернули. Мы спроектировали ее, это уравнение его вдоль скорости, и тогда этот член исчез, потому что он перпендикулярный скорости. И остался только вот этот, и для стационарного движения это исчезло, и это стало теоремой Германурики. А теперь мы давайте сделаем наоборот. Давайте мы теперь посмотрим на поперечную часть этого уравнения. Чтобы посмотреть на поперечную часть этого уравнения, нужно взять ротер вот это, это электронное уравнение. Нужно взять от него ротер. И тогда оно превратишься вот с такой уравнением. Деоми готовы сделать. Да? Равняется ротер V на Омника. Это же Омника опять, да? Вот здесь стоит. А это члена не будет, ротер в радиомерном дворе. Так? И это на самом деле... Правильно я? Значит... Вот. И это на самом деле, значит, то же самое уравнение, которое у вас обновляет магнитное поле V в идеальном проводнике. В идеальном проводнике. В идеальном проводнике, если вы... Этот проводник движется со скоростью V, и вы перейдёте в систему отсчёта, в которую идет проводник, то в нём будет электрическое поле плюс V на C на магнитное поле. Правильно? Есть такой вот самый... И V на C должно быть векторное произведение. Давайте я напишу это вот так. V вектор на H разделить на C. И это должно быть равно 0. Так? Это уравнение Максвелла, которое говорит, что если у меня есть идеальный проводник, то в системе отсчёта этого проводника электрическое поле возникает 0, иначе он вызовет бесконечный ток. И второе уравнение, которое dH по dT равняется, если я правильно помню, C на ротерн. Да? Соответственно, значит, если я теперь сюда... Только минус. И... Нет, я забываю. Давайте я... Давайте я буду шпарламку смотреть. dH по dT минус C на ротерн. Вот так правильно, да? Теперь, если я возьму E, подставлю его вот отсюда, я получу уравнение dH по dT равняется... C вылетит? Вылетит. C вылетит совсем, и останется ротер V на H. Таким образом, мы видим, что завихренность в идеальной жидкости и магнитное поле в идеальном проводнике из электролиэта прямой и тому же уморный. И то, что вы сформулировали сейчас, как сферимакировано, в электромагнетизме, в физике плазмы, где это используется очень активно, называется условием в мороженности магнитного поля. Это означает, что если у вас есть какой-то жирный контур, сквозь него есть поток магнитного поля, а это мы очень хорошо знаем, это, на самом деле, очень важно. Особенно, когда мы начинаем это делать квантовать, мы понимаем, что этот поток он квантован, и возникает очень много разной красивой физики вокруг него. Так вот, эта штука сохраняется, кодирует движение. Это означает, что завихренность в мороженое, в жидкость, и эта самая H тоже в мороженое. И от этого значит звонок, мы сейчас слышим звонок, да? Я в этот самый еще пять минут, и время действия. Был в пять. Был в пять ноль минут, мы начали в пять на пять, да? Да. Хорошо. Значит, вот мы сформулировали дирему Кейхана, которая говорит, что в идеальной жидкости, завихренность, всякого контура, большого, маленького, любого, сохраняется по мере движения. И возникло желание это утверждение произвести аферу. И вот сейчас я вам расскажу историю, как это было сделано, и что из этого получалось. Значит, потому что теперь мы более или менее все, что нужно, знаем про наше уравнение, и пришло время их решать. Так? И хотел я вам еще, на самом деле, показать третий способ вывода, наверное, это будет обязательно. Вы уже не верите, что она сохраняется, видишь, что третий способ. Верить нельзя никому. Когда я был маленький, был фильм в 17-м веке весны, и там Мюнберг-Грештейцу верить нельзя никому, не может. Вот. Но на самом деле никто не будет. Вот. Надо все... Да. Я, пожалуй, что действительно не буду вам рассказывать третий способ, а я вам лучше расскажу, что из этого получается. Можно просто... Да. Вопрос лучше задавать по ходу дела, а также по ходу дела можно говорить такие вещи, как я не понял ничего, можно это еще раз. Это приветствую. по ходу дела. Да. А по поводу уравнения... Вот что это за уравнение? Деприс, ННН, Н... Это уравнение вот такое. Это преобразование электрического поля при переходе в движущую систему отсчета. Есть такое... Это называется преобразование Лоренца. Вот. Значит, если у вас есть электрическое поле, на это в работу генераторы, которые нам устраивают электрические токации, что если начать что-то двигать в активном поле, то в нем появляется электрическое поле. Это закон электромагнитной индукции. Если у вас есть что-то что движется в немагнитное поле и есть скорость, векторное произведение вашего... выeness miejnda чего-то подберем и в результате векторного произведения V на вашем h у вас появляется электрическое поле Так Фарадей открыл заполнитель электромагнитной индукции. Что у нас здесь за ситуация с магнитным? А это уроки Макс-Фолла, которая говорит, что если вы теперь будете менять магнитное поле... Есть два способа вызвать электрическое поле. Я не собрался чуть возгонять электромагнитизм, но нужно это немножко повторить. Есть два способа сгонять электрическое поле. Первое – менять магнитное поле. А второе – двигаться внутри неизменяемого магнитного поля. Значит, вот эта штука мне говорит, что если я буду менять магнитное поле... Ну, например, как можно менять магнитное поле? Например, увеличивать ток по соленоиду. Внутри будет меняться электрическое поле. Когда вы будете увеличивать ток по соленоиду, вы будете увеличивать внутри магнитное поле, вы будете создавать при этом электрическое поле тоже. Другой способ создать электрическое поле, которое Фарадей открыл на РСТ, нет, заключается в том, что можно взять неизменяемое магнитное поле и в нем двигать проводник. Просто двигать. И тогда векторное произведение скорости на магнитное поле созданут вам электродвижущую силу. Теперь то, что я здесь написал, это следующее соображение. Если у вас есть идеальный проводник, то внутри идеального проводника поле должно быть ноль. Это означает, что какое в нем бы ни было электрическое поле, если вы еще его двигать, а к нему добавится к этому магнитическому полю вот такая величина, их сумма должна быть ноль. Из этих двух уравнений становятся уравнения, какому удовлетворяет магнитное поле внутри движущегося идеального проводника. И это уравнение, которое используется в своих проводниках плазмы, которые довольно хорошо проводят или много других вещей. Я тут еще вопросов. Вы можете повторить, как вы раскрывали полную производную циркуляцию? Как я раскрывал полную производную циркуляцию? Я написал интеграл от V до V вот это у меня была циркуляция по замкнутому пункту. Теперь я сказал, тут на самом деле нужно быть аккуратнее, и у меня это на самом деле не является, написано чуть-чуть аккуратнее, подробнее, чем я делал на доске, но вопрос совершенно уместный. Я хотел подсказить, но он мне не дает. Я тебе, значит, подробнее расскажу. Вот у этого контура есть какой-то элемент. Давайте я его напишу, чтобы не путаться, как бы дельта L. То есть у меня есть такой вот дельта L. Этот дельта L с течения времени не меняется, он функция времени. Через некоторое время мой контур станет вот тут, и мой дельта L, он станет вот таким, каким-то другим. Был такой, стал вот такой. Поэтому, когда я напишу дельта L, у меня, значит, есть один из членов, это интеграл V на D по DT под дельта L. Так? Но скорость изменения вот такого элемента, она определяется самим, так сказать, этим самым, она определяется дельта V, разностью скорости, так сказать, приращением скорости на этом интервале. Таким образом, то, что у меня здесь стоит, то у меня стоит интеграл от V на DV. Заметьте, скалярное произведение. Это все вектора. Да? То есть у меня здесь стоит V как вектор, DL как вектор, и между ними скалярное произведение. Значит, у меня на самом деле стоит вот такой вот интеграл по контуре. Конечно, V есть функция проординат на контуре. Да? То есть, по-хорошему, я должен был написать V на DV по DL на DL и интеграл по DL по контуре. Я могу написать это как VDV, потому что, на самом деле, вот эта вот величина, это и есть дифференциал скорости вдоль контура. Но это то же самое, что это дифференциал, видите, я дифференциал сейчас пишу дельта, чтобы он аккуратнее был, от V квадрат пополам, потому что если у меня есть VDV, то это то же самое, что дифференциал от V квадрат пополам. Но интегралы дифференциала по западному контуру всегда нет. Окей? Значит, это как раз вычисление более-менее вам говорилось, что геродинамики есть практически в таком же виде. А, второй компонент, мы полагаем, равна нулю, потому что мы еще... А, второй компонент, это тоже не триггально, она не всегда равна нулю, она равна нулю только в том случае, когда у меня VV по DT, видите, вот, это же лагранжевая перемена, которую я вычисляю, да? Значит, я сейчас продифференцировал дельта-эр. Давайте сейчас, ну, есть вторая добавка, которая есть, интеграл ДВ по ДТ на дельта-эр. Опять сказал на тюрьме, опять походу. ДВ по ДТ полная лагранжевая производная только в случае изоэтропического. Я хочу напомнить простой физический смысл, что такое изоэтропическое. Это значит, что в жидкости температура постоянная. Мы не рассматриваем сейчас неоднородно нагрет их жидкостью. Это означает, что у нее энтропия в каждый момент, в начале этого времени была постоянно по пространству, а поскольку энтропия сохраняется у каждого жидкого элемента, то она остается констатой. И это называется изоэтропическое течение. Я бы написал по-английски, просто чисто автоматическое. Но, короче, изоэтропическое. Это означает, что я могу правую часть представить как градиент и так далее. Только в этом случае вот здесь вот стоит градиент, то есть это интеграл градиента по плому. И он ноль. Он ноль, может потому, что я могу представить, как я играл от ротора градиента по площади, но с другой стороны, тоже понятно, что если я возьму градиент, который пломная, производная, и по заднему ротеру его градирую, но если выйти в гору, а потом прийти вниз, и силы трения бы не было, то мы бы никакой работы не совершили. Да? Да. Будем делать переменную или поконим и закончим, как вам не дадут. Сделаем. Пять минуты. Пока что я не предполагал ни сжимая, ни сжимая. Все это работает всегда. Все это работает. У нас важно, чтобы начальник у нас не важно, чтобы в России было уже, и то есть, что значит, что мы не будем делать. Вот это все начинаешь. Там, то есть, если мы сжимаем, когда мы трендировалась, то есть, на границе. А ЦРБ уже не меняется. Вы просто нашими быми, записали. Группа Форгейский закон. Неизвестным сжимом. Да. А в России мы не обидел. Мы сжимаем. Мы взяли из наших сенов. И все нахожу национальность, А то, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ее, если я, она опять, есть у, у спроектированная нормальность. То есть, если у меня что-то есть у, давайте, давайте введем угол. Сейчас, да, видите, я забыл, видите, сразу все стало непонятно. Значит, у на косинус 3, да, должно равняться до хипу дл. Вот это идемчик, да, в точке, ну, на расстоянии. Ну, что просто означает, что жидкость не проникает и не отрывается от нее. Между ними нет зазоров, так? Произошло чудо, я хочу, чтобы вы поняли, что произошло чудо. Вместо того, чтобы решать нелинейное векторное уравнение в частных производных, задача свелась к линейному уравнению Лапласова, которое мы все в электростатике столько линейный не решали. Вся электростатика – это решение уравнения Лапласова. С разными гранусловиями, каковыми является распределение зарядов на краях, да? Тюненько. И все, что нам нужно, теперь написать соответствующее решение уравнения Лапласова. И все. Теперь спрашивается, которое? У нас сферически симметричное тело, но выделен вектор, да, у которого он движется. То есть у нас, на самом деле, есть аксиальная симметрия. У нас, так сказать, по вот этому вот углу все абсолютно симметрично. А этот угол тело, от него, конечно, все должно зависеть, потому что, так сказать, у нас есть линейное направление, ось по движению. Значит, какие известны решения уравнения Лапласова? Сферическое. 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 Дипольное. Клагоупольное. Тюкак. Как учили. А? Здесь диполь приходит. Наверное диполь приходит. Почему диполь? Да. Наверное, он имеет социальности симметрии? Да. Да. Во-первых, диполь имеет аксиальная симметрия. Во-вторых, на самом деле, совершенно понятно, что у нас есть линейное уравнение с линейным граничным условием. То есть заданная величина у, которая из граничного условия, линейно связана с полным фи. Это означает, что фи, который нас интересует, должно быть пропорционально у линейного. Правильно? Это функция координаты. Это вектор, который есть константный. Но из вектора скаляр можно сделать как? Сделан скалярное произведение с другим вектором. Никого другого способа нет. То есть, на самом деле, решение линейного класса – это единица на r и все его производные. Градиент, единица на r и так далее. Понятно, что здесь нам нужно брать градиент, потому что нам нужно сделать скаляр, и скаляр можно сделать только вот так. То есть, ничего другого, кроме комбинации скалярное произведение двух векторов, а вектор мы можем сделать только взяв градиент. Вот это есть диполь, вот это вот диполь, да. Градиент, единица на r – это диполь, если кто не знает. Ну и давайте я вам напишу сразу формулы, чтобы не отвлекать нас этим самым. Со всеми коэффициентами ответ будет выглядеть так. Значит, давайте я введу единичный вектор n, который будет вектором нормали. И тогда, конечно же, так сказать, тут есть какое-то число, и все будет выглядеть вот так. Фи равняется r в кубе на 2 r в квадрате. Естественно, все бывает, как обычный диполь, у на n. Ну или у косинуса-то, если безусловно. Соответственно, поле скорости – это как потенциал дипольный. Поле скорости будет как электрическое поле. b из градиента 3. И это будет r в кубе на 2 r в кубе 3mol. Ну, что-то, что вызвали про статики. В принципе, напряжение мысли могли бы вспомнить, так? Я эти формулы написал, но мы ими будем пользоваться. Несмотря на их, значит, их написал Stokes, который был учителем Максвелла. Если вам это интересно, Максвелл задавал экзамен Stokesу, на котором были распределения Максвелла для частиц в качестве задачки для экзамена. Вот, это он в первый раз выявил? Так, на экзамен. А что за задача такая была? Вынесли распределение Максвелла. Он назывался распределением Максвелла. Максвелл задача – получить новый физический результат. Я вам очень советую. Кстати, Stokes был замечательный человек. Максвелл рассказал в своих воспоминаниях, что Stokes был невероятным, когда он приходил, доставал бумаги, прочитывал по этим бумагам, писал формулы доски, не глядя, который забрал бумаги и уходил. Но, поскольку он был российский человек, он иногда забывал бумаги. Он приходил, старался, смотрел по аудиторию и начинал думать вслух. И вот, как писал потом Максвелл, так я выучился физикой. Три раза я видел, как Stokes думал вслух. Это было очень интересно. Я ему очень советую прочитать. Максвелл стал директором Кемендишла, обнаружил бумаги Кемендиша, в которых Кемендиш опять же не публиковал, он был приватный человек. Он нашел все бумаги, в том числе там была серия опытов о пропускании электрического тока через человеческое дело. И Максвелл, поскольку он считал, что первую обязанность как директора лаборатории повторить, так называлась Кемендишла, то есть в лаборатории имени Кемендиша, то он просто повторил все эти опыты. И в том числе, значит, присутствующие, описывая, он стоял, кричал страшным криком, это действительно очень больно. Это вот совершенно не рано. Электрический стул не он и забыл, но это было. Теперь, значит, после этого, что еще мы можем? Мы можем спросить себя, как будет выглядеть уравнение Бернолли. Бернолли, мы работаем со гранатным течением. Помните, у нас было уравнение Бернолли, которое мы получали вот отсюда, да? А, значит, теперь мы его можем написать для потенциального течения, когда вы есть градиент этого самого Фи, тогда вот в этом самом уравнении, опять же, так сказать, у нас Омега равна нулю, этого члена нету, и это уравнение может быть написано, как Д градиент Фи по ДТ равняется минус градиент У. Теперь от У остается только П на РО, потому что унижимаемая жидкость и не меняется внутренняя энергия, и тут стоит градиент Фи в квадрате пополам, да? Я просто скажу, что сейчас давление получить, мне время не читать, я это все равно вернули, да? Значит, отсюда, здесь глядят, здесь градиент, я могу проинтегрировать это уравнение по пространстве. Это она будет иметь, что Дфи по ДТ равняется минус П на РО, точнее, плюс, давайте напишем так, П на РО, плюс град Фи в квадрате пополам равняется константе. И эта константа, сколько я проинтегрировал по пространству, она может быть произвольной функцией времени, что не играет никакой роли, потому что она не зависит от координат. А то, что не зависит от координат, Фи меняет, но поле скорости не меняет, потому что оно из градиент Фи, да? Поэтому здесь эта константа одинакового во всем пространство. Это означает, что для потенциального движения Керема Бернолли обладает куда более могучим смыслом, чем для общего течения. Для общего течения вдоль каждой линии тока сохранялась вот эта комбинация, вы помните, которая была для стационарного В квадрат по балансу плюс П на РО, плюс Е. Но на другой линии тока это могло быть другим. Для потенциального движения эта константа общая для всех линий тока. Но теперь у нас даже более того, мы получили некоторое соотношение справедливое для даже меняющихся по времени движения. Так? То есть вот эта штука теперь константа, независящая от пространства. Просто во всем пространстве вот это вот одно и точь. В каждой точке. Вот. Теперь это можно использовать, чтобы найти давление. Так? Чему равно давление? Вот у нас есть ПИ. Мы можем взять драдиент Пи в квадрате и подставить его вот сюда, да? Значит, П на РО равняется драдиент Пи в квадрате с половиной. Должны ли мы подставлять ТЭФИПУДТ или мы не должны подставлять ТЭФИПУДТ? В какой системе отсчета написано это решение? Это решение написано в системе отсчета, связанной с ТЭЛО. В этой системе отсчета, если я захочу получить на самом деле движение жидкости в ее системе координат, я должен буду взять ФИПУДТ как функцию координаты минус У на ТЭФИПУДТ. Правильно? Давайте я еще напишу как, так сказать, У. Это мой параметр. И вот так оно выглядит. И вот эту именно функцию я должен подставлять в соотношении Бернолина, потому что соотношение Бернолина получено в системе отсчета жидкости. В жидкости во всех точках это должно быть одно и то же. Поэтому то, что здесь стоит, на самом деле, тут стоит вот такое выражение. Давайте я его аккуратненько напишу. Вот если у меня Q стояло вот так, то D по DT от него. Давайте я еще буду считать для общности, поскольку через 5 минут нам это понадобится, что ос может зависеть от времени. Пуля вообще любая. Почему она может зависеть от времени? Потому что, когда я решал уравнение Ла-Класса, я его решал в один момент времени. В любую другую минуту времени я его опять могу решить, и опять мгновенное значение у в этом минуту времени мгновенно задаст мне поле скорости во всем пространстве. Это следствие нежимаемости. Потому что я предположил жидкость нежимаемой, это означает, что я предположил скорость звука равной бесконечности. Ну или точнее, все мои скорости намного меньше, чем скорость звука. Это означает, что информация о том, что мое тело изменилось в скорости, наверно распространяется во всем пространстве. Ну видите, технически, Фи выражается через У в этот момент времени. Если У будет зависеть от времени, Фи будет зависеть от времени ровно вот таким же самым образом. Так? Поэтому, соответственно, ее производная по времени, она будет ДУ по ДТР. На ДФИ по ДУ. Просто производная от полу как по параметрам. Тут останется просто посинус ТЭТА. Но вообще говоря, У следует у меня еще здесь. Поэтому здесь будет минус У на ДФИ по ДР. Ну или, например, Фи. И вот это я должен теперь подставить вот сюда. Так? И давление в результате, я вам просто пишу ответ, чтобы не тратить время на простое начисленное давление, устроено так. Ф равняется, некоторая половина какая-то константа, значит, РОНа в квадрате девять косминус квадратных П�ТР минус 5 будет зависеть на восемь, плюс РОН Р косминус П�ТР на ДУ по ДТР. Вот, значит, два удивительных соображения от СУД. Во-первых, теперь являлось есть давление. Заметьте, кстати говоря, что поле скорости мы нашли, решая линейное уравнение амоплазма. Но, чтобы найти давление, нам нужно было уже... давление уже не линейное зависит от этой величины, но это уже готовая формула, по которой только нужно было подставить. Очень трудно решать не линейное уравнение. И вся, так сказать, вся изобретательность вот так ушла на то, чтобы понять, что вот этот предел, в котором мы рассматриваем нежимаемую жидкость и потенциальное обтекание, сводится линейная задача. Теперь, зато, когда у нас есть давление, мы можем взять и найти силу, которая действует на тело. Чтобы найти силу, которая действует на тело, это же и есть возможность проинтегрировать давление по поверхности. Констант, конечно, вспомнил, что ничего не даст. А этот член даст вклад в интервал на поверхности? Давайте мы примерно пишем Fx. Пускай вот это вот у нас берет ось Х. Тогда Fx это означает, что мы должны взять это давление, проектировать его по поверхности и умножить на косинус. Потому что давление действует по-нормале, а мы, конечно, проектировать это делаем на Х, да? На косинус θ. Понятно, что интеграл, он нечетный по косинус θ, и он даст ноль от этого члена. А вот этот интеграл, он четный, потому что здесь нечетный, я умножу еще раз на косинус, и получу следующий ответ. Давайте я его напишу. по поверхности тела. Это то же самое, что и есть ром в трубе ДУ по ДТ, Пи, интеграл косинус квадрат в θ, Д косинус θ, и косинус θ меняется в 1 единице до 1, и в результате получите следующее выражение. 2 Пи Р в кубе на 3 для У в квадрате. Значит, два удивительных соображения. Значит, во-первых, что этот член, не то никакого в квадрате, это означает, что равномерное прямолинейное движение тела не сопровождается никакой силой. То же самое можно сделать для этот У, у которого ДТ, эта сила называется сила сопротивления, а это называется подъемная сила. Если эта сила равна нулю, птицы и самолеты не могут летать. Значит, мы видим, что когда ДУ по ДТ равно нулю, когда он не меняется с лишением времени, никакая сила на тело не действует. Это первое заключение, которое мы получаем. и с ним, в основном, мы будем иметь дело на следующей лекции. А второе, которое мы получаем, мы видим, что вот тут стоит такая величина, которая, я бы написал так, Д по ДТ, тут РО я, конечно, пропустил, да? Д по ДТ от 2ПФ кубе на 3РО на У. Так? Сила должна быть производная по времени от импульса. Правильно? Является ли эта штука импульсом? Да. Это половина импульса ВД заключенной в этом объеме. Во-первых, чисто по геометрии, мы знаем, что 4 3 РО это объем сферы. То, что здесь стоит, это половина объема вытесненной ВД. Так? Половина объема сферы. Значит, эта штука умножить на РО называется присоединенная масса. Давайте я ее буду называть Induced, да? Значит, очень хочется сказать, что сила, действующая на тело, есть производная по времени от импульса жидкости, а импульс жидкости, полный импульс жидкости, такой, как если бы, значит, ну, мы видим, что это сложное поле скорости. Представляете, поле скорости их пространства распределено вот так. Можно? Да. Почему мы считаем, что поле скорости будет таким же, если мы добавим еще раз производные, ну, то есть скорость внешнего течения, будем менять? Потому что потенциальное течение полностью определяется своими граничными условиями в этот момент времени. Но еще условия на бесконечности? Нет. Условия на бесконечности у меня, если я нахожусь в системе отсчета тела, то условия на бесконечности это то, что она у у, минус у, и условия на теле то, что оно тогда должно совпадать с ним. Или я могу надеть совсем несюда жидкости, и тогда вот я на бездельном на бесконечности, а на теле должна совпадать со скоростью тела нормальная компонент. Важно, что в нежимаемом случае я должен решить это уравнение и это то условие. То есть нет нигде времени. В каждое время я задам у, и для него немедленно получим фильм. И еще раз, давайте я повторю. Это место на самом деле очень важное. Эта мгновенность связана с тем, что я предположил жидкость нежимаемая. Про это будет пятая лекция. Что будет, когда на самом деле жидкость сжимаемая, акустика, число маха, ударное ровно и все прочее. Момент, когда мы предполагаем жидкость нежимаемая, мы предполагаем, что в нашей скорости многое меньше скорости звука. Давайте это утверждение сделаем автологично. Мы предполагаем, что скорость звука намного больше, чем в нашей скорости. И ныне же мы предлагаем, что скорость нашего звука бесконечна. Бесконечная скорость звука означает, что информация передается мгновенно из точки в точку. Вот таким образом у нас появилась вот эта мгновенность в том, что поле скорости во всем пространстве мгновенно отзывается извините, скорость у моего тела здесь. Это есть следствие предположения о несжимаемости. На самом деле, оно, конечно, называется мгновенно, но я предполагаю, что скорость звука так быстро доносит, что, а мое тело движется так влезненно, что я могу считать, что более-менее все успевает устанавливаться. Тем не менее, давайте вернемся к тому, что я вам хотел сказать, потому что я вам сейчас действительно первое по-настоящему не требовательное вещь хочу рассказать, которое, к сожалению, даже не бессминал ванда улевшится, и в общем большинство учебников плохо излагают от этого прошлого, не знаю, что он довольно фундаментально. Что это за сила? Вот я меняю скорость в течение времени. Это явное изменение инерции. Понятно, что от того, что у меня тело движется, оно вовлекает в движение жидкость, инерция этого тела меняется. И хочется сказать, что вот это и есть присоединенная масса. Половинка от четырех третих, две третих. Это присоединенная масса. Если я хочу ускорить свое тело, я должен еще вдобавок ускорить вот эту массу. И это так, как это всегда излагается в движении. И я хочу сейчас, чтобы вы поняли, что здесь глубже, потому что за ним стоят некоторые очень интегрированные вещи. Сила должна быть производная по времени от импульса. Давайте это проверим. Вот поиск скорости. Что такое импульс? Импульс это ρ умножить на v. А полный импульс это интервал по пространству. Я не на ту формулу уже сразу выполню, есть это самое сомнение и тревоги. Значит, интеграл ρ v по всему пространству. Давайте возьмем vx, например, x компонентом импульса. Нет ни у кого никакой сомнений, тревоги и печали, глядя на формулу в правом верхнем углу доски? Она умножает 1 на r в кубе. Если вы ее будете интегрировать по d3r, этот интеграл, вообще говоря, расходится на больших расстояниях логарифмически. Он имеет вид r в квадрате r разделить на r в кубе. Он имеет вид dr на r. Да. Да. Но это все еще в системе чего-то берущейся от цены? Да хоть в какую. Оно 1 на r в кубе. Добавьте константу, отнимите константу, так сказать. В данном смысле… Мы можем в системе чего-то жидкости, это самое, до бесконечности, ничего нету, кроме… Это отличие его от u. Оно убывает до нуля. Но очень неминное, как 1 на r в кубе. Интеграл расходится. Куже того… Например, этот интеграл… И про это Валдау пишет. Мы не объясняем, что за этим стоит. С импульсом работать неудобно, поэтому мы с импульсом работать не будем. Я хочу, чтобы вы поняли, почему очень неудобно работать. Неудобно работать, потому что приходится понимать неожиданные вещи. Значит, эта штука в x – это что такое? Это… Давайте обрешу. Это, на самом деле, если вот так видишься, это 3 cos в квадрат тета минус 1. Так? Я могу вычислять это дело на больших расстояниях, выбирая разную форму поверхности. И я обнаруживаю, что если, например, я возьму это дело и буду его интегрировать по поверхности сферы бесконечно большого радиуса… То есть я просто вот этот интеграл буду вычислять по сфере. Это означает, что это абсолютно сферический симметричный интеграл. Тогда понятно, что от 8 cos в квадрат и от единицы тогда с 0. Да? Теперь. Я могу вычислять вот такого вот цилиндра, например, у которого будет бесконечно длинный и бесконечно большой радиус. Но после этого я уже потерял сферическую симметрию. Можно проверить, что ответ будет минус. Я не хочу просто писать формулу. Сейчас расскажу. Еще раз. Значит… Подождите, вы для объёма интеграл вычисляете по поверхности? А? Я вычисляю интеграл по объёму. Но этот объём, естественно… Уважение такое. Ответ зависит от формы объёма. Это же его данного вычислено не написано. И я хочу спросить вас, это правда, что вычисляемый нами импульс должен зависеть от формы объёма? Или это какая-то ерунда, и мы неправильно объясним эту формулу, или мы что-то не понимаем про новых… Ну, интеграл вычислять, на самом деле, несложно здесь, скажем, по поверхности… В смысле, по внутренности сферы интеграл вычислить внутрь. Вот… Значит… Вот есть тело. Оно движется внутри этой комнаты. Я спрашиваю, что за импульс жидкости всего воздуха в этой комнате? Давно я движусь, уже очень давно всё как-то так происходит в уровне стационара. Чему равен импульс воздуха в этой комнате? Угодность воздуха на скорость шаги… Да, конечно. Я движусь, а воздух замещает меня сзади. Я движусь туда, а он идёт назад. Поскольку в среднем, в целом, из этой комнаты ничего не выходит, сюда ничего не заходит. Поэтому, конечно же, если я нахожусь в большом жёстком ящике, то импульс жидкости, конечно, должен быть равен не две третьих пир вверх кубе на роде, а не импульс четыре третьих пир вверх кубе на роде. Вот это будет жидкость с жёсткими стенками. И он отличается полтора раза и со знаком от того, что мы сейчас вычислили. Конечно же, импульс зависит от того, какие граммы складываются бесконечности. А если бы у меня не было ящика, в котором я нахожусь, я мог бы считать, что куда-то там импульс всё туда течёт. А мы работаем всё-таки в системе отсчёта, связанной с телом, или мы работаем в оборудовании сняющихся процентов? Мы можем всегда перейти за мной в другую, добавив ю или они от ю. Нет проблем. А просто если мы перейдём в систему... Эта формула, посмотрите на эту формулу, она написана в системе отсчёта жидкости, потому что в ней v стремится к нулю, когда r стремится к бесконечности. В системе отсчёта тела эта формула будет иметь минус ю, и она будет стремиться к константе равной минус юной бесконечности. Вот и всё. Дуранское дело не хитрое. Добавить константу и отнять константу не в этом фокусе. Вот. Значит, фокус заключается в том, что на самом деле, когда тело движется, например, в большом ящике, действительно полный импульс жидкости, он равен вот это его значение, минус 4 в 3, а вовсе не вот этой. И на самом деле настоящее течение жидкости состоит из двух частей. Одна, которую мы выяснили и выяснили правильно. И это движение жидкости в ту же сторону, куда я её толкаю. И вторая, очень маленький противоток, распределённый практически равномерно по всей комнате, который компенсирует это движение туда. Теперь, что же определяет силу? Казалось бы, да? Ответ. Силу определяет производное по времени не от импульса, а от квазимпульса. И разница между импульсом и квазимпульсом есть тривиальная разница, которую поколение за поколением физиков, студентов и потом уже и взрослых людей не понимает. Давайте мы её обсудим. И ради этого я, на самом деле, затеял всю эту вещь. Она уже не столько про библианку, что и вообще про умные физические вещи. Чем отличается импульс от квазимпульса? Вот это вот квазимпульс. А вот это вот импульс, да? Производное по времени от квазимпульсора на силе действующей начало. Значит, кто-то знает, чем отличается импульс от квазимпульса? Давайте это обсудим. Всякое закон сохранения является выражением... Нужны мне вот такие формулы. Давайте я сотру эти. В этом самом деле немало осталось. Значит, всякий закон сохранения является выражением симметрии. Закон сохранения импульса является выражением симметрии по отношению к эзотирам в пространстве. Закон сохранения импульса говорит лишь, что пространство однородное, в котором написано на его работе. Закон сохранения энергии говорит лишь, что время однородное. Закон сохранения энергии — это просто подтверждение, что пять минут назад и через пять минут одно законное природное имеет один и тот жизнь. Закон сохранения квази-импульса чуть-чуть сложнее. Он мне говорит, что если у меня, помимо пространства, существует среда, заполняющая это пространство. И я могу дальше рассмотреть симметрию по нашей среде и всякое преобразование. Я что-то делаю и спрашиваю, изменилось или не изменилось. Так вот, я теперь перехожу из точки к точке и спрашиваю, этот элемент среды отличается ли от вот этого элемента среды? Если среды нет, то в вакууме импульс и квази-импульс, конечно, всегда совпадает. Теперь, обычно мы сталкиваемся с квази-импульсом в физике твердого тела, где эта симметрия не непрерывная, а дискретная. Нам нужно сдвинуться на шаг к исторической решетке, чтобы этот атом полностью совпадает с этим атомом. Поэтому законы природы физики твердого тела инвариантны относительно сдвигов на постоянную решетку. В сплошной среде эти сдвиги непрерывная группа. Эти сдвиги могут быть любой причиной. Однако эти сдвиги принципиально не про симметрию пространства, а про симметрию среды как материальной среды. И вот я хочу потратить остаток времени на то, сколько у меня времени. Если мы начали... В около десяти минут у вас. А? В около десяти минут. В около десяти минут. Вот давайте мы давайте последние десять минут на то, чтобы я вам вкратце объяснил, что такое квази-импульс и как с ним обращаться. Значит, как всегда, удобнее всего это делать в гаммитоновских переменных. Значит, на самом деле, как всегда, у меня есть гаммитониан, и я хочу, чтобы у меня этот гаммитониан не зависел от координат. Например, в координате Х, которая координата внутри магистребы. И я хочу, чтобы эта симметрия гаммитониана... Я хочу определить такую величину, чтобы... Эту величину я буду называть Х, чтобы ДКПДТ равнялась ДКПДХ. Не всякий раз, когда ДКПДХ равняется 0, ДКПДТ тоже равнялась 0. Так? Вот. Значит, дальше... Почему-то у меня перестало крутиться. Какая-то самая штука. Все они... Вот. Да. Вот. Теперь, значит... А можно ещё раз, что такое квази-импульс? Это величина, которую я ещё не знаю, я ещё буду её искать. То есть у меня есть гаммитониан, который зависит от координат каких-то Х и от импульсов, которые я для разнообразия жизни буду называть Х, потому что у меня Х уже занято давлением, но давайте я его уж не буду, это самое. Или давлением, или импульсами, другие. То есть у меня будет вот КУ или КУ, или КУ, или КУ. И уравнение движения устроено так, что ДКПДП, ДКППДП равняется ДНПП, и ДКПДП, равняется минус ДХПДП. Это уравнение, геомитонские уравненные движения. Соответственно, значит, я хочу, чтобы у меня ДХПДХ, я могу выразить как? я могу это выразить так, для ДКППДДППДППДХ, плюс для HПДППДППППДППП, так? И я хочу определить К, я хочу найти К, выразить его через КУ и ПИ, таким образом, чтобы его производная по времени совпадала с производной гаммитонианов по координатам. И тогда симметрия для Мельтониана относительно изменения координат, то есть независимость для Мельтониана от координата, будет означать сохранение по времени величины k. Вот так делаются законы сохранения из симметрии. В данном случае из симметрии здесь. Опять же, я знаю, что если у меня есть dk, pdt, то я его, конечно же, чтобы увеличить его произведенное время, я должен взять эту скобку по основе для Мельтониана. Кто не встречал скобки Куассона, я не говорил о скобке Куассона, я просто хочу сказать кривиальную вещь, что k искать функция от p и q, и чтобы предифицировать по времени, я должен взять dk по dq на dq по dp, плюс dk по dp на dp по dp, да? И, соответственно, я хочу, чтобы вот эта штука равнялась вот этой штуке, да? То есть, вот эта штука есть dh по dx, просто таки, просто написанная, да? А эта штука есть dk по dp. Теперь я хочу, чтобы это совпадало с вот этим, да? Ну, и, соответственно, отсюда легко увидеть, что для того, чтобы вам их совпадали, у меня должно быть k минус интеграл, ну, так, сумку i от всех этих самых, ну, в том числе интеграл к dx, и, соответственно, я предполагаю, что мои пи и q, они все-таки функция вот этого самого икса. То есть у у меня функция x и t, еще есть индекс i, который там пробегает перед... Деку житая под dx и t. Деку житая под dx и t, и это индекс, который стоит здесь. А x это вектор, разумеется. Интеграл, конечно, пол. Да, ну разумеется. У меня все пространство. То есть два из вектор. Если у меня есть только одна симметрия одного направления, то, соответственно, у меня будет только одна компетент по этому самому. Значит, можно проверить, что если k определить вот так, то эти два уравнения сохраняются. И вот теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на уравнения гидродинамики с точки зрения того, как их можно записать в гамильтоновском языке. Вообще говоря, с точки зрения формализма, а гамильтоновский формализм, в самом самом случае, из того, что у нас есть. Вы, наверное, уже с этим сталкивались с изучением механики, из-за того, как уходизма, из-за того прочего. Значит, если огражден способ описания, когда у нас есть q и кусточки, и мы записываем ограждан, которые функции от q и кусточки, и пишем уравнение . И есть гамильтоновский способ описания, которая зависит от q и от q. Почему гамильтоновский более могучий? Уравнение первого порядка. Ну, они эквивалентны, на самом деле, как уравнения. На самом деле, могущесть гамильтоновской версии заключается в том, что его преобразование куда более широкие классные преобразования. Каноническое преобразование, которое расправляет уравнение гамильтоновским, это преобразование, которое можно крутить, отдельно преобразовывать как хотим q и как хотим преобразовывать p, лишь бы только сохраняясь в формировании. А в антражном формализме у вас есть q, и когда вы можете преобразовывать только q. То есть, грубо говоря, и вот большинство способов, которые физики решают задачи, это они преобразовывают ее в тривиальную задачу. Понимаете? Поэтому, на самом деле, гамильтоновский формализм – это самое общее. Кроме того, вот вы жаловались в математику, к сожалению, без математики, к счастью, в математике не обойтись, и гамильтоновский формализм, на самом деле, это очень красивая геометрия, которую очень стоит изучить. Очень много может быть выражений этого виду. Значит, ну, теперь давайте посмотрим, что за гамильтоновский… Как наше уравнение гиподематики могут быть записаны в гамильтоновском виде? А где это зависит от определенного необходимости? И сравнение двух параллельных? Да. То есть, мы пропустим все то, что мы будем… Нет, я просто… Я написал ответ. То есть, я должен… Чтобы производная этой штуки по Q, она должна равняться вот этому… Смотрите, я хочу, чтобы вот это было вот этим. dH2 dP, dH2 dP. Значит, вот это равняется вот этому. Так? А, соответственно, вот это равняется… В смысле, а вот это равняется вот этому. То есть, у меня есть два уравнения, сейчас я… Из них состоял комбинацию такая, чтобы его производная по Q давала мне dP по dx, а его производная по P давала мне – dP. И теперь мы хотим написать это дело для гидродинамики. И в гидродинамике я вам сейчас напишу ответ, а после этого продемонстрирую, что он действительно такой. значит, ρ от V от Q, плюс V в квадрат пополам, под R, и Q равняется R минус R, а R от 0 равняется R. Значит, задавайте вопросы вслух, чтобы всем было… А? Формальный вопрос, по-моему, что написано? Формальный вопрос тоже задавайте вслух. Где-то что-то плохо видно… Первая строчка. Прочисать, пожалуйста. Первая строчка. dH по dx есть. dH по dP, dP по dx. dH по dQ, прошу прощения за свой почерк. dQ по dx. Вот. Значит, гаминонское описание гидродинамики достигается в ладранжевых переменах. Если я введу R как функцию времени, так что dR по dP – это просто скорость, и в начальный момент… И дальше каждая траектория определяется своей начальной позицией, которую я буду называть R большое. И это называется ладранжевые переменные. Это маркер, который я пометил в каждой траектории, где она была в начальной позицией. И каждая траектория где-то была, она будто скартовала. Значит, координата, герметоновская координата Q – это есть R минус P. Так? Теперь R само по себе зависит от R и P. Она определяется, где она скартовала, и зависит от времени. Значит, теперь гаминон вот это. Вот эти уравнения, dQ по dP, равняется dH по dP по импульсу. А импульс я не написал. Давайте я напишу импульс. Пи равняется ρV. Ну, неудивительно. Импульс есть ρ умножить на V, да? Сейчас здесь вариационную производность у нас будет рассчитывать. Да, конечно. И я стараюсь не останавливаться на таких довольно интервьюральных соображениях на квадрат. Значит, здесь стоит P, импульс. Если я по нему продифференцирую, то я получу уравнение dR по dT равняется V. Если я посмотрю на второе уравнение, dP по dT, что будет, на самом деле, уравнение dV по dT равняется градиенту R. Да? Лагранжевым уровнем. То есть, вот так выглядит дементония гидродинамики. Так выглядит описание гидродинамики на лагранжевом языке. И теперь, после этого, используя это, используя эти переменные P, которые устроены вот так, и Q, которые устроены вот так, я могу написать квази-импульс жидкости и увидеть, что его производность действительно равняется 7, 10H. Вот если я напишу теперь квази-импульс жидкости, то он, соответственно, в соответствии с этой формулой будет равняться минус интеграл . Давайте я напишу формонизм. V житое, вверху житое, пол dR гитое, пол dR. Или, поскольку курс состоит из двух частей, то он будет устроен так. Полность на интеграл скорость В житое минус dR . Значит, разница от импульса вот в этом члене, да? Значит, вот это вот импульс. ρ в интеграл к пространству, да? Квази-импульс. Это минус, вот это что называется кабиан-преобразование. Да? Но важно теперь, что вот этот интеграл сходится на бесконечности и не зависит от граничного условия бесконечности, потому что то, что здесь, извините, я пишу так аккуратнее, здесь стоит вот так. Давайте я напишу еще это более крупно. дельきたяп Girl минус дель а дель 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 от Это конечная координата точки в момент времени тела, это ее начальная координата точки. Когда я удаляюсь далеко от тела, точки практически не сдвигаются, жидкость практически не сдвигается, потому что она не знает про мое тело. Поэтому эта штука стремится к теле и жидке, конечно. Просто R равняется R. Она не была, а там и стоит. И поэтому этот интеграл, вот этот фактор, у нас занимается к нулю. И он делает этот интеграл сходящимся и независимым от грамм условий этой бесконечности. И это очень существенно. То есть вот эта вот разница, которую принято забывать в физике, это то, что разница между темпом и темпом. И можно показать, что на самом мере сила, которая у нас действует, это произведение. Ну все, значит завтра опять 5 часов, но те, кто могут объединить вместе, да? Знаете, кто будет завтра? Дима. Это не самое. Чернильница. Понятно, да? Завтра будет 115 секунды прибыль. Да. 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 Да.